Как залезть на крышу я не знаю Этот чел встал прямо на всю дорогу Он даже не удосудовался прижаться Надеюсь что обочина не осыпется Доброе утро народ Ну что я могу вам сказать ребяточки Сегодня уже 20 сентября И месяц пролетел у нас с вами незаметно Мы находимся с вами в Северной Каролине Давайте будем потихонечку просыпаться Позавтракаем, пойдем в душик сходим Ну а потом как получится Буду вам рассказывать что у меня произошло В этой гребаной Северной Каролине Вы не поверите своим ушам Проснулся блин Артур В 11 часов Молодец Что-то жарковато становится Я просто хочу глянуть сколько на улице градусов 74 Можно открыть окна Так Вчера был в Волмарте Купил себе йогурт Сейчас с вами съедим 2 йогурта И наверное попьем молочка Обожаю молоко Турidade Заметко Турад Уважаю Продолжение следует... Вчера Когда принятие пятер сто так ну чё пацаны второй йогурт как-то не пошел чего сейчас с вами делаем пойдем в душу скупаемся и можно начинать ехать потому что я ребята здесь мой трейлер стоит уже 10 или 11 дней вы вдумайтесь в это вы где-нибудь такое могли услышать 11 дней стоит трейлер короче друзья погнали короче дали мне чек и чё я вам хотел рассказать ребят так вот на эту парковку я приехал 9 сентября на вот этом трейлере на своем траке это случилось 9 сентября я приехал в северную каролину на разгрузочку на центр который называется маклэйн может кто работает в америке знают что это еще хуже чем волмарт и приехал я туда вовремя без опозданий 9 сентября в девять утра в 10 утра меня поэтому был на 10 утра я приезжаю туда мне говорят что ты знаешь друг а у тебя обойдет он был вчера то есть но это абсолютно опять вот брокерская вот эта хрень которая когда они продают уже просроченные грузы я говорю вы понимаете что вчера было 8 сентября а я сделал пикап 9 сентября то есть невозможно мне было не опоздать ну ничего не знаем в общем делай новый appointment на другое число и на свободное время и при приезжай разгружайся в общем мы звоним брокеру брокер не отвечает мы звоним в маклэйн и делаем новый appointment на внимание просто вот просто внимание на 21 сентября 9 сентября мы делаем appointment на 21 сентября вы когда-нибудь такое вообще слышали чтобы appointment следующий назначался на через 12 дней вот такие вот друзья дела и вот мой трейлер приехал на этот пайлот 9 сентября встал на резерве паркинг за 12 долларов в день и стоит здесь сегодня 20 завтра 21 но самое интересное в этой истории что когда брокеру все-таки мы дозвонились а это было где-то 17 или 18 числа то брокер сказал какого хрена вы там стоите давайте быстро обратно везите груз обратно где взяли а взяли мы его в теннессе 500 миль отсюда говорит не нужно было ждать надо было ехать обратно так что сегодня 20 числа я повезу этот груз обратно хотя завтра мог бы его уже разгрузить вместе назначением прикольная система дай ключ какую-то ментовскую палку да нормально все ладно друзья давайте искупаемся и поедем с вами в теннессе друзья 500 миль 9 часов езды и мы с вами привезем этот гребаный трейлер обратно завтра его разгрузим и начнем нормальную новую неделю без всяких вот таких вот грузов но самое интересное что в крыше моего трейлера есть дырка а трейлер 10 дней стоял под дождем и что там сейчас с грузом произошло я не знаю поэтому мы можем сейчас доехать обратно и груз у нас не примут и там вот такая вот бывает история друзья гоним по как будто заново родились ребят все запотело но поверьте мне артур стал новый берем ключ и идем а я даже не закрыл поставляйте идем с вами в трак вообще ребят я уже месяц ровно в рейсе сегодня 20 я выехал с 19 августа 20 сентября и вы знаете этот месяц был настолько крутой в спалоне цен и плане маркета что я за этот месяц заработал уже уже больше скажем на несколько тысяч долларов больше уже я заработал за месяц чем за весь прошлый двухмесячный трип так себя чувствует отлично трак ни разу меня не подвел единственная конечно проблема что где-то на третьей неделе загорелся чек-энжен но это просто чек-энжен никаких других нету у меня проблем с траком чуть-чуть конечно чтобы не сглазить вот когда трак не ломается дела идут конечно же намного лучше этот трейлер стоял здесь я катался с другим трейлером гвоздь колесе так и старый торчит ничего я с ним сделать не могу я попытался плоскогубцами вытянуть но у меня не получилось поэтому давление колесо не спускает течи течение месяца и я подумал что значит этот гвоздь просто не настолько глубоко зашел чтобы надо было переживать потом когда-нибудь вытащим его уже один раз масло менял пока пока этот трип был уже один раз масло поменял и все больше ничего не делал а еще фреона залил да я хотел вам рассказать но не подворачиваясь возможности так что кондиционер у меня теперь работает но уже правда печку иногда включаю потому что становится прохладновато а вот вам смотрите доказательства того что мой трак стоит с 10 видите чек-ин сентябрь 10 чека вот сентябрь 20 то есть 10 11 дней мой трак стоит здесь и за это я заплатил 120 долларов из кармана вообще этот груз был такой паршивый изначально когда я приехал брать ну на пикап уже тогда у меня какие-то появились сомнения я уже не хотел его брать но я как обычно диспетчер уломал в общем там какая проблема была туда приехал а там просили чек о том что трейлер помыт я им говорю что почему раньше брокер не предупредил что нужен будет чек что у меня трейлер помытый звоню диспетчер диспетчер говорит что брокер сказал что спросил трейлер чистый диспетчер как обычно сказал что чистый но на самом деле чистый потому что есть блогер и я все каждый после каждого груза выдуваю так она говорит что трейлер должен быть не просто чистый а должен быть чек обязательно об амойке типа ты помыл я говорю ну вот вы конечно придурки че не могли заранее сказать окей где у вас ближайшая мой это 40 миль оттуда то есть я туда ехал пустым где-то 80 миль оттуда поехал 40 миль на мойку там потратил 40 долларов на мойку и час еще времени вернулся обратно 40 миль и после этого меня начали грузить грузили 5 часов вот тогда когда меня отправили на мойку я уже тогда позвонил диспетчеру сказал какой-то груш груз паршивый раз они да такие вот дотошные до вот этого чека то значит ничего хорошего не будет я был абсолютно прав то есть зря я поехал вот чуйка чуйка меня тогда не подвела но цена была хорошая за 450 миль платили 1900 долларов это как вы понимаете 4 доллара за милю причем груз был абсолютно легкий 25 тысяч паундов и мы взяли его только из-за того что цена была хорошая приехали и тут такой обломит за 10 дней мы встряли на 11 не встряли я ругался диспетчером и брокером когда мы до него все-таки дозвонились короче ничего поделать нельзя вот ничего поделать нельзя где-то я три дня простоял но потом психанул понял что надо ехать нельзя стоять потерял много времени и денег но в итоге спасибо другому диспетчеру опять же нашел он мне трейлер это не нашей компании был трейлера другой компании дружеской наш но он нашел бесплатно абсолютно в 5 милях от меня был трейлер его взял поездил неделю вернулся сюда отдал этот трейлер и в общем забрался сегодня свой 20 числа 21 мы должны быть с вами опять там где мы брали этот груз как то так друзья а вот этот лоуд бар который вы видите это я нашел то есть реально нашел не то чтобы я нашел а у меня грузили какой-то груз и там мне прямо грузчики поставили лоуд бар то есть у меня не было лоуд бара и поставили короче он вообще новый беленький чистенький видимо я буду первый хозяин я теперь его с собой вожу потому что почему бы и нет так друзья что за этот месяц произошло интересного не за этот месяц за две недели которые я был дома у меня приехали все у меня приехала мама с отцом брат женой и как вы знаете у меня бабушка с дедушкой живут здесь то есть нас уже здесь включая меня женой 8 человек живет на брайтоне и причем они приехали 4 августа 5 или 6 августа закрыли границы так вот им повезло в общем то такие вот дела друзья скоро уже надо будет заполнять на green card у я вас всех предупреждаю хотя наверное когда видео это выйдет то уже будет поздновато потому что задержка на канале опять же извиняйте пытаюсь сокращать но не получается как ее сократить я не представляю потому что из трака отправлять видео монтажеру часто это невозможно я тогда должен не работать а просто заниматься блогерством я так делать не хочу и не могу потому что мой основной род деятельности это все-таки трак и дорога так что я скину монтажеру раз в две недели видео и потом он монтирует выкладывает там как получается они выходят ну конечно же в последовательности перерывами из-за этого появляется задержка все друзья заводим тракт заводим его и я повесил себе такой значок четки до больно ну и мандам сколько что же оставил мне нравится надеюсь он заведет я простоял здесь больше дня сейчас все это прогрузится про прогорается проморгается и мы сами выезжаем друзья многие говорят что у меня что-то трещит в траке что-то говорят трещит но это правда трещит но это не на скорость не влияет но что трещат вот такие вещи вот подстаканник трещит понимаете планшет если прижать пищи трещит вот это вот трещит то есть все трещит на панель тракта старый я не могу это устроить это надо все разобрать и проклеивать антискрип я понимаю что вас это раздражает как бы я ничего с этим сделать не могу короче еще у нас здесь друзья у меня уже миллионы 26000 миль пробега то есть это уже достаточно много последний раз масло менял на 20000 то есть еще раз менять на 32 где-то тысячах чек-энжен горит загорелся буду буду потом смотреть чё-чё случилось но все отлично работает то есть так едет и в горку из горки никаких сейчас на река нет не перегревается расход топлива кстати у меня стал 68 и это правда я проверяю каждый раз по чекам то есть я засекаю по милям потом перепроверяю с галлонами сравниваю реально расход стал намного лучше расход стал в среднем от шести с половиной до семи с половиной а раньше был всегда ниже 6 то есть с этим делом разобрались тоже мне все очень нравится выезжаем сейчас будем ехать до заправки тей где-то 8 часов или 8 это всего маршруте всего короче 450 мин ребят и девять с небольшим часов дороги поедем туда разгрузочка завтра утром и очень надеюсь что меня разгрузили да насчет дырки кстати в трейлере не рассказал этот трейлер был нулевый просто ну он был не новый смысле а прямо без нареканий когда его взял я его посмотрел снаружи ничего никаких повреждений нашел но потом где-то на второй неделе моей эксплуатации этого трейлера мне не дали один из грузов то есть я приехал на загрузку а мне сказали нет вали отсюда потому что у тебя дырка в трейлере а если пойдет дождь что ты намочишь груз я такой посмотрел потолок там реально дырка я не знаю было ли это тогда когда я брал трейлер или это на какой-то очередной разгрузки или загрузки for lift com вот этим трактором своим они задели потолок и сделали дырку а трейлера они сделаны из фольги то есть реально там такие тонкие стенки что их проткнуть можно просто пальцем и я себе купил скотч ой какой скотч о чем я говорю я себе купил вот такую вот горилла короче водонепроницаемый патч сила называется но это как будто огромная лента такая как кровельная гудрон или что такое она такая вот такая же резиновая то есть ей можно сделать все и если вопрос это как залезть на крышу как залезть на крышу я не знаю сколько метров наверное четыре с половиной может быть даже пять метров этот трейлер в высоту я не знаю просто как туда реально залезть и когда я догадаюсь как туда залезть то я обязательно с вами залезу и залатаю эту дырку а пока что трейлер стоял 12 дней с этой дыркой и тут каждый день шли дожди то есть вполне вероятно что туда попала влага и я вообще сверну этот груз обратно и его не примут и там и вот что в этом случае делать мы с вами уже будем разбираться но я как я я наверное открою просто трейлер и вышвырну все эти палеты там где мне скажут что мы тебя разгружать не будем и пускай они делают что хотят пускай потом сами не убираются оттуда потому что я уже задолбался ездить этим говном выезжаем друзья я готов чуть-чуть сейчас подождем прогреется трачок и можно вылетать ну все господа выезжаем мы рады себя в конференка я едем уже два часа а вообще кайф так работать скажи скажите же чё трак не ломается чувствует себя прекрасно я сижу погода отличная кресло удобно еды полный трак и почему же так не работать просто в одно удовольствие сидишь расслабленный кино смотришь через наушнички ничего вокруг не слышишь кроме собственно говоря кино я обожаю эти наушники именно за то что у них есть активное шумоподавление потому что когда ты одеваешь их они гасят все шумы которые происходят вокруг вы сейчас скажете что артур так ездить нельзя это опасно и да в принципе по закону так ездить нельзя потому что полицейские не разрешают чтобы наушники были на два уха все дальнобойные наушники на то ухо 2 открыто я вот пару раз пытался без наушников услышать как мне сигналит машина и ничего не слышно то есть один черт кто тебе сигналит кто тебе не сигналит ты их не услышишь потому что трак у меня шумный достаточно он не новый да поэтому вероятность того что я что-то услышу она минимальная а так когда ты 24 на 7 с этим шумом башка начинает просто с ума сходить потому что невозможно это терпеть голова болит поэтому я предпочитаю закрывать уши наушниками и абстрагироваться так скажем от этого мира а так в основном картинка конечно приятная работа в удовольствии особенно когда она хорошо оплачивается и без особых проблем единственное конечно трудно что ты не дома вот я уже не дома месяца еще буду пять недель в рейсе совокупно получится где-то 9 недель а может быть даже 10 но я брал драк для чего для того чтобы делать деньги для того чтобы идти к своим целям быстрее поэтому я выбрал такой путь безостановочно работать с остановками конечно некоторые мои знакомые коллеги удивляются когда слышу что я работаю по два месяца каждого свой режим кто-то каждую неделю дома в пятницу там в понедельник выезжает кто-то раз в месяц приезжает на неделю а кто-то как я живет на дороге такие дела друзья продолжаем ехать все где-то пять часов и мы с вами доедем на заправочку самую дешевую в теннессе нашел заправочку ребят кто кто не знает я вам скажу что по этой карте по моей карте фил карте ттс но одна из самых дешевых заправок находится в теннессе в город кноксвилл поэтому мы едем туда там дизель стоит доллар 84 что ли что такое за один галлон все друзья гоним на и всякий россия к здесь на перевале друзья это 40 дорога и она ведет в теннессе очень красивый перевал вообще шикарный. Через полтора часа мы с вами доедем. А вот, кстати, только я сказал, что она ведет в Теннессе. Знак, смотрите, что медведи здесь гуляют. Бывает, офигеть. Я не знал, что тут медведи есть. Вот, welcome to Теннессе. И через полтора часа мы с вами уже будем на заправочке. А я вот пока не могу решить, оставаться ли мне ночевать сегодня на заправке или доехать до конца. Потому что там 40 минут остается доехать, но мне там надо быть только завтра с утра. Пока не знаю точно, поеду ли я до конца или все-таки остаться на заправке. В общем, посмотрим, как обычно. Ничего неизвестно в нашей жизни, но едем продолжаем движение. Что ж, друзья, как быстро пролетел день. Мы проехали с вами 500 миль за там какие-то 9 или 8, не помню. Ну, короче, сейчас всего лишь 8 часов вечера. Я выехал в 12. Вот вам 8 часов. Давайте сейчас заправимся по-быстрому, посмотрим, сколько что тут стоит. И потом я все-таки решил доезжать сегодня, чтобы завтра не открывать лову губок раньше от того, как меня разгрузят. Вот какие тут ужасные дороги на этом, Петро. Все, давайте заправляться. Вот здесь. Так, друзья, наливаем до крышечки, прямо до конца, чтобы прямо выплюнуло немножечко. Залезло 120 галлонов на 276 долларов, но это еще не окончательная цена. Сейчас мы 120 галлонов с вами будем делить и умножать. Так, ребяточки, мы закончили, поэтому сейчас мы с вами посчитаем кое-что, потому что я теперь делаю каждый раз и вам это советую делать, потому что никогда не знаете, когда ваш трак начнет вам врать о расходе и никогда не знаете, когда... В общем, если расход повышается, то это явный признак какого-то расстройства в вашем траке. Чем раньше вы об этом будете знать, тем дешевле вам выйдет последующий ремонт, поэтому теперь я каждый раз проверяю. Смотрите, что я делаю. Здесь мы видим 6,9 мили на 1 галлонов, то есть трак едет почти 7 миль и тратит на это 1 галлонов. Но мы его можем не поверить, поэтому каждый раз, после каждой заправочки, я вот здесь вот, где засекается сколько миль я проехал, вот на вторую эту всегда скидываю, когда делаю заправку до крышечки. И в прошлый раз я скинул и проехал до этой заправки 868 миль. С этим разобрались, ребят. Но теперь мы берем 868 миль и делим просто на 120 галлонов, чтобы убедиться в том, что мой трак меня не обманывает, потому что это единственный способ это сделать. Итак, итого у меня получается расход 7,2 мили на галлон, а мой трак пишет, что расход 6,9 мили на галлон. То есть он врет в лучшую сторону. Он пишет 6,9, но на самом деле 7,2. Да, ну это может быть статистическая погрешность просто. И все нормально. Трак реально сейчас стал намного лучше себя чувствовать. Просто расход, когда мы стоим на нейтралке 0,7, и он никуда не двигается. То есть 0,7 и 0,7. Все, никаких вам там полтора галлона за час. Нет, такого нет. Все нормально, все работает. Единственное, что опять загорелся чек. Ну, слушайте, у кого не спрашиваю, все говорят, что чек гореть должен на Volvo. Ну, я не знаю, такого варианта может быть. Будем разбираться, будем дальше искать причину. А сейчас я жду, пока у меня, собственно говоря, мы поставим сейчас на Off-Duty. Напишем. Ну, ничего не будем писать. Просто поставим, что мы закончили заправочку. Надо будет постоять полчасика, и можно будет уже ехать, собственно говоря, 40 минут осталось. Там у них есть какой-то закуточек. Я там по карте посмотрел, нашел. Всегда, когда есть закуточек, я еду прямиком туда, потому что ждать лучше драма на том месте, где тебя будут с утра разгружать. И надеюсь, что меня будут разгружать, потому что этот груз сверхжопный. Вот сверхжопный. По-другому сказать невозможно, потому что я с ним так намучился, что если сейчас опять какие-то будут проблемы, там, я не знаю, не примут меня, а Бойтман-то у меня нет, или что-то типа того. Может быть, у меня груз весь промок, я не знаю, потому что там пломба на дверях, я даже проверить не могу. То есть, если какой-то будет вот опять вот фигня будет происходить, то я, наверное, повешусь просто в этом траке, потому что так больше продолжаться не может. Не знаю, что с этим делать. Короче, посмотрим завтра с утра. Кстати, ребят, хотел вам показать. Забыл, забыл показать. Извиняйте. Вот, смотрите. Видите, 222 доллара всего лишь шло вместо 275. 53 доллара скидки. Но это, ребята, 1,5. Вот просто 1,5. Это, то есть, 20%. 20% скидки. Скидки. Вот здесь было 300 долларов, 72 сохранено. Здесь со 110, 26. Ну, короче, всегда, каждая заправка в районе 20% скидки. И это бесплатно. Я не понимаю, кто этим не пользуется. По каким причинам этим можно не пользоваться. Но если бы у вас была возможность покупать в любом магазине, скажем, да что угодно, электронику, шмотки, еду с 20% скидкой. И при этом вам нужно было оформить карту, которая не стоит ничего. Там не нужны какие-то сверхзнания, чтобы ее открыть. Она бесплатно обслуживается. То есть, ни за открытие не надо платить, ни за обслуживание, ни за что. Вы просто закидываете на нее деньги и получаете всегда 20% скидку при покупке. Ну, если бы такая карта существовала, мне кажется, каждый человек на планете бы ее оформил. А с фил-картами что, не так работает? Так что давайте, экономьте деньги и не надо их просто так выкидывать на заправках. Это же ваши кровно заработанные. И еще хотел показать насчет локбука. Смотрите, какая у меня прямая черта. Вот эта черта на драйвинге говорит о том, что я не останавливался вообще, вот пока ехал. Я ехал, вот, драйвинг 7 часов 29 минут без остановок. Ну, я, в принципе, всегда так ездю. У меня вот PTI вначале стоит, потом пошло, 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 потом заправочка и я доехал. Я не люблю останавливаться в движении. 8 часов стабильно всегда сижу, доезжаю докуда-то, а потом уже делаю свои все дела, которые необходимо сделать. За 8 часов скопившиеся там заправиться, расправиться и можно ехать дальше. Все, заговорились, ребят. Просто брейк, понимаете, делать нефигу. Сижу и жду. Сейчас уже поедем. Все, друзьяшки, доехали. Вон там, где горит свет, там этот склад, куда я завтра пойду с утра. Я что-то не пойму, почему этот чел встал прямо на всю дорогу. Короче, здесь такая мини-парковка, я сейчас пытаюсь сюда заехать, чтобы здесь переночевать. А завтра с утра проснусь и пойду туда на склад. В общем, как-то так. Попробуем проехать мимо него. Он даже не удосудовался прижаться или... А нет, все-таки прижался. Я не прошел, сдаем назад. Вот так бывает. Надо было поправее брать сразу. Так, давайте попробуем. Вторая попытка. Там прям миллиметраж. Что, ничего не делаешь тут? Вот козела. Короче, мужичок, были с зеркала, загнул, говорит. Он говорит, я не думал, что кто-то вообще использует эту дорогу. Ну что ж, Артур использует. Артур приехал ночевать на эту дорогу. Поэтому будем сейчас продолжать стараться проехать. Надеюсь, что обочина не осыпется. Все, мы прошли. Вы знаете, я здесь нашел. Смотрите, мы стоим вот здесь, на вот этой дорожке. Справа. Здесь проехать прямо. Здесь есть, видите, что? Специальное место для разворота. И там два трака стоят. Ну, на карте. Может быть, туда поехать? Посмотреть, что будет, и сюда поехать. Ну, давайте попробуем. О, смотрите, что нашел. Реально здоровое, пустое место. Да. Видите, как приятно. Я вообще не любитель спать на тракстапах. Я любитель спать в таких местах, прямо рядом со складами, чтобы с утра раз-раз и все. Знаете, что я заметил? Я заметил, что склад открыт. Поэтому я пойду сейчас на склад, заеду сначала. Может быть, меня даже сегодня разгрузят. Тогда это будет победа, потому что логбук еще есть. И можно было бы сегодня разгрузиться, если бы они меня разгрузили. И завтра быть абсолютно свободным. Давайте попробуем, потом посмотрим, что будет. Нам направо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это нормально. Можно я ждать туда? Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так, друзья, в 7 часов. Ну что ж, вернемся в 7 часов, а пока пойдем спать на тот закуток. А с вами мы попрощаемся ровно до завтрашнего дня, когда придем сюда и будем сдавать этот гребаный груз. Все, до связи!